Тайна и важность рождения свыше И если вы уже с нами не первое воскресенье, то вы знаете, что эта серия проповедей уже длится не первое воскресенье И сегодня это пятая часть и это заключительная, последняя И перед тем, как мы с вами пойдем в эту последнюю часть этой серии проповедей Хотелось бы, чтобы все члены церкви Живой поток Это мой призыв, ну и гости, конечно, по желанию, чтобы если вы пропустили, чтобы вы прослушали Темы, части, которые есть на нашем сайте с первого по пятую часть lscjacks.org Я верю, что это для вас будет благословением Это такая, вы знаете, ну важная, глубокая тема для каждого христианина Полезно ее знать И в первой части мы с вами говорили о том, что такое рождение свыше Какая важность, какое значение рождение свыше Что рождение от воды, это значит, символизирует вода, слово Божье Рождение от Духа, это влияние Духа Святого И мы также во второй части с вами говорили, почему нужно рождение свыше Потому что после грехопадения произошла смерть духовная И человек был отделен, разлучен от общения с Богом И поэтому необходимо рождение свыше Мы также с вами говорили о том, что многие люди путают Хорошее воспитание или человек культурный, воспитанный, выросший в церкви И рожденный от Бога, это разные вещи Поэтому важно именно пережить рождение свыше И мы с вами говорили о том, что это настолько важно, что в Библии написано Никто не войдет в Царствие Божие, если он не рожден свыше Написано в Библии, вам должно, ты должен, каждый христианин должен родиться свыше В третьей части мы с вами говорили о процессе рождения свыше И мы с вами задавались вопросом, это мгновение или это процесс Когда происходит рождение свыше Также мы с вами говорили в третьей части о росте Что все, что рождается, оно предназначено расти И поэтому рожденный христианин, рожденный от Духа, также должен расти Если нет рождения, естественно, нет и роста И мы также с вами говорили о том, что каждый рожден от Бога, это новое творение Так написано в Библии, это полностью созданное новое творение И в четвертой части мы с вами говорили о том, что рожденный от Бога не грешит И мы с вами рассуждали, как же так рожденный от Бога не грешит А мы знаем людей, которые вроде в церковь ходят и согрешают Также мы говорили с вами о том, что мы умерли для греха Об этом тоже написано в Библии Как же это правильно понимать? И это все мы с вами обсуждали в четвертой части И вы это все можете прослушать А сейчас мы также в четвертой части мы говорили о трех таких состояниях человека Где человек, возможно, или не родился духовно Второй вариант, человек умер духовно, что это такое И третий вариант, человек духовно заболел Или человек духовно ослабел И нам важно было определить, в каком состоянии находимся мы И сегодня мы с вами подходим к пятой части Которая заключительная, называется Она признаки рожденного свыше человека Evidence of being born again Какие же признаки или доказательства человека, который рожден от Бога? Они очень ясно, мне кажется, изложены в Библии Мы с вами пройдем их по порядку Первый из них это вера в Христа Иисуса Человек, который рожден от Бога, минимум, обязательно Он должен поверить Богу, должен поверить Ему очень искренно, очень глубоко И об этом написано в Библии 1 Иоанна 5 глава с 1 стиха Всякий верующий, что Иисус Христос, что Иисус есть Христос, от Бога рожден Посмотрите, как очень ясно, очень коротко и очень конкретно И сегодня у нас у всех есть возможность проанализировать себя Насколько я рожден от Бога Мы с вами просмотрим 7 пунктов или доказательств рожденных от Бога людей Первое это вера в то, что Христос Иисус есть Сын Божий Также в Библии написано евреям 11 глава 6 стих А без веры угодить Богу невозможно Невозможно, без веры угодить Богу просто невозможно Галатам 3 глава 26 стих написано Ибо все Сыны Божии по вере во Христа Иисуса Заметьте, здесь говорится о Сынах Божьих Чтобы стать Сыном, сначала нужно родиться У рожденного есть Отец Значит, снова эта же тема рождения свыше И говорится снова, что рожденные от Бога Они, у них есть вот это отличие по вере Значит, первый признак рожденного свыше человека Это они верят в Христа Иисуса Второй признак, о котором мы рассуждали с вами В прошлой части, четвертой Это рожденный от Бога не грешит 1 Иоанна 5 глава 18 стих Написано, что всякий рожденный от Бога не грешит Но рожденный от Бога хранит себя И лукавый не прикасается к нему Здесь один маленький нюанс Который тоже стоит обратить внимание Что рожденный от Бога не грешит Первая причина, потому что, во-первых, он рожден от Бога А вторая причина, написано в Библии Потому что он хранит себя Значит, здесь допускается какая-то и наша ответственность Когда человек что-то делает, чтобы хранить Или оберегать себя от греха В новом переводе написано так Мы знаем, что рожденный от Бога не любит грешить В английском переводе означает, что Он не продолжает жить в грехе И вы помните, в прошлое воскресенье мы с вами делали разницу Что такое грешить и согрешать Конфликта здесь вообще нет Когда мы думаем, что христиане, рожденные свыше, люди грешат На самом деле они согрешают То есть сделают ошибки О которых они очень сожалевают И хотят сразу же измениться, прийти к Богу В раскаянии, в покаянии И они не хотят быть в этом состоянии греха Люди, которые не рожденные от Бога Они грешат и не видят ничего плохого в этом состоянии Иоанна 1 Иоанна 3 глава 9 стих Написана та же самая мысль Что всякий, рожденный от Бога, не делает греха Потому что семя Его, это значит семя, Слово Божие Пребывает в нем, и он не может грешить Потому что рожден от Бога И я не буду снова вдаваться в подробности Потому что мы с вами подробно говорили об этом вопросе на прошлой неделе Третье, доказательство или признак рожденного от Бога человека Рожденный от Бога, он не просто не грешит Или не пребывает в грехе постоянно, регулярно Хотя и может ошибаться или спотыкаться Но рожденный от Бога, он также живет праведной жизнью Он этой жизнью праведно живет И об этом в Библии написано Подчеркивается именно эта же мысль Что это, возможно, человек, который только рожден от Бога 1 Иоанна, 2 глава, 29 стих Если вы не знаете, что он праведник Знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него В новом переводе написано Каждый, кто живет праведно, рожден от него Righteously, по-английски Живет праведно, благочестиво, тот рожден от него И здесь снова вопрос к нам, каждому Как проходит наша жизнь вне церкви Когда нас не видят Когда мы занимаемся бизнесом, учебой Разговариваем с людьми, с конфликтами Как мы решаем И здесь вопрос идет Не только, что мы именно живем праведно И что мы никогда не ошибаемся Нет, мы иногда можем гневаться Иногда мы можем ошибаться Делать какие-то ошибки Но рожденный от Бога, его стиль Стандарт жизни совершенно другой Он все равно живет праведно И если вдруг даже он что-то делает неправильно Он хочет это исправить Чувствует себя плохо В нем другая природа Мы с вами разбирали это Помните на картинках Свинья и овечка Которые оба спотыкаются Падают в грязь Но овечка тут же вылазит А свинья ей там нравится Вот эта разная природа есть в нас Когда мы родились от Бога Вот почему рожденный от Бога Живет праведно 1 Иоанна 3 глава 10 стих Написано Дети Божьи и дети дьявола Узнаются так Такое жесткое сравнение И дальше в Библии написано Не делающий правды Не есть от Бога В новом переводе Не поступающий праведно Тот не есть от Бога То есть не поступающий благочестиво Свято Праведно Как стиль Смысл Образ жизни Библия разделяет Рожден от Бога Рожден от дьявола Очень такое кажется Неприятное Жесткое сравнение Но это дает нам Я думаю Серьезный вызов Люди Рожденные свыше Они живут Праведной Жизнью Об этом Также еще написано Иакова 2 глава С 19 стиха Ты веруешь Что Бог един Хорошо делаешь Но и бесы веруют Дальше написано Но знай человек Что вера без дел мертва Часто люди Успокаивают себя Тем что они верят в Бога Успокаивают себя Тем что они Не против Бога Помните я приводил пример Человеку которому Рассказывали о Боге Он говорит Я верю в Бога А я ответил Я тебя поздравляю Бесы тоже веруют Чем же ты отличаешься Чем же отличается твоя вера Оказывается на основании Этого места из Библии Твоей веры Как бы недостаточно Или в чем же есть Вся полнота веры И здесь открывается Вторая часть этого стиха Вера без дел мертва Твои дела Слова и образ жизни Подтверждают это 1 Иоанна 5 глава Со 2 по 3 стих Снова говорится о делах Что мы любим детей Божьих Узнаем из того Когда любим Бога И соблюдаем заповеди Его Соблюдаем заповеди Его Ибо это есть любовь к Богу Что мы соблюдаем заповеди Его Ибо заповеди Его не тяжкие Снова идет речь О каких-то делах И о ответственности Которая ложится на нас И это относится к людям Которые рождены от Бога Или любят Бога Следующий признак Рожденного свыше человека Это победоносная жизнь Об этом тоже написано В Библии очень ярко И мне нравится осознавать Осознавать и понимать Что сегодня люди Могут жить победоносной жизнью Только благодаря Христу Иисусу И здесь эта тонкая нить Нить или глубокая деталь Что человеку нужно здесь Снова включать свою веру Что без веры в Христа Иисуса Человек побеждать Свои плохие привычки Грех, зависимость Он просто не может Сколько бы он ни обещал Но только благодаря Рождению свыше Приобретению новой природы в нас Мы имеем в себе способность От Бога побеждать И об этом написано в Библии 1 Иоанна 5 глава С 4 по 5 стих Написано так Ибо всякий Рожденный от Бога Побеждает мир Смотрите Здесь говорится О победителях И условиях Только это относится К тем Кто рожден от Бога А теперь представьте Как трагично Признать Что люди Которые не рожденные от Бога Они просто Не могут побеждать Обреченные У них не получится Лишь одно условие Лишь единственный метод Человек должен быть Рожден свыше Или должен быть Рожден от Бога И только тогда Человек может Побеждать Побеждать И написано в Библии Се есть победа Победившая мир Вера наша Видите снова Как вот этот процесс Рождения свыше Связан с верой Насколько это все Повязано С верой В Бога Победа Всякий рожден Побеждает Мир Кто побеждает Мир Как не тот Кто верует Что Иисус Христос Есть Сын Божий Что же имеется ввиду Мир Что мы должны Побеждать Об этом тоже Открыто написано В Библии 1 Иоанна 2 глава С 15 по 16 стих Написано Не любите мира Не того что в мире Кто любит мир В том нет любви Отчей Ибо все что в мире И вот мы подходим К ключевому моменту Что нужно побеждать И что мы можем побеждать Благодаря Христу Иисусу Все что в мире Похоть плоти Всегда идет война Внутри нас С плотскими похотями Похоть очей Дальше гордость Выделяется особенно Заметьте Вот три момента Перечисляются Похоть плоти Похоть очей И гордость Житейская Гордость Которая присуща Каждому человеку Вот это то Что мы можем побеждать Рожденный от Бога Может побеждать Но Только Рожденный от Бога И мы имеем в себе Этот потенциал Следующий признак Рожденного свыше человека Это Духовный голод Как и в физическом мире Ребенок Который родился Большая половина Причины Почему ребенок Плачет А потому что Он хочет кушать У нас Помню Бабушка Жила И как только Ребенок Плакал Помню Она всегда говорила О моей маме Корми его Корми его Я сам был свидетель Как она только что Его покормила Но вот такой был Рефлекс У старших людей Особенно кто пережил Голод Как только ребенок Плачет Сразу Корми его Корми его И чаще всего Когда маленькие дети Плачут Грудные дети Особенно Это признак Они голодные Они живые Они требуют пищи И покормил Сразу раз Ротик закрылся И громкость спала И он сладко заснул Вот так же Работает принцип И в духовном плане Когда человек Рожден от Бога Знает и понимает Что в основании Писания Для нас Для нашего духа Слово Божье И Библия Это является Нашим хлебом Питанием И человек Который рожден От Бога Он будет Всегда хотеть Читать Библию И читать Слово Божье Будет хотеть Желать Потому что Он живой Но теперь Если признаться Честно А я думаю Здесь есть Честные люди Часто читать Библию Не хочется Особенно Каждый день Нет этого Желания Нет этого Стремления Значит Тогда вопрос Возникает В чем же Проблема С этим Рожденным И мы говорили Три варианта Либо он Не рожден Либо он Умер Либо он Просто Духовно Заболел А физически Больным людям Кушать не хочется Иногда Люди Которым Не хочется Читать Библию Которые Не читают Не питают Себя Духовно Регулярно Как же Они выживают Есть такой Экстремальный Метод Питания Или Как еще Можно назвать Его Emergency Пища Когда человека Постоянно Реанимируют Приводят В чувства Например Человек Месяц Не читал Библию Хотя он Не против Просто Но нету В нем Этого желания Голода Как я говорил Человек Духовно Заболел Потому что Здоровые Они кушают Каждый день Но человек Попал в церковь Раз в месяц Его там Скажем Напитали Накачали Натолкали Пищей В медицине Это сравнивается Как Моя жена Рассказывала Когда Не хотят Кушать Дети Им Вставляют Капельницу Против Их воли Иногда И заливают Туда Питание Знаете Да Через IV И все равно Как-то их Пытаются Спасти Раз Чуть-чуть Привели В чувство Человек Пошел Дальше Это еще Можно сравнить В практической жизни Когда человек Попал на Конференцию И там Была Такая Классная Проповедь Хорошие Спикеры Такая Молитва Человек Духовно Вроде Зарядился Его Накормили Напитали Затолкали Отправили И сказали И завтра Кушай Тоже Сам А он Сам Не Кушает Снова Ждет Какой-то Конференции Снова Его Привели Затянули Уговорили Он Снова Пришел И снова Идет Реанимация Снова Его Откачивают Приводят Чувства Чувства Заталкивают Но Даже И тогда Когда Человек Лежит И ему Через Капельницу Вливают Витамины И еду За ним Все равно Остается Право Выдернуть Эту Иголку Выдернуть Это Даже Искусственно Это Питание И отказаться Точно Так же Происходит И сегодня В духовном Процессе Когда Человек Сам Не питается Регулярно И даже И не хочет Чтобы ему Еще кто-то Туда Вложил Как Говорят Поживал И в рот Положил Уже За него Поживал Уже Все Кажется Сделал И то Иногда Люди Это Не делают Но Это Все Признаки Рожденных Живых Или же Полуживых Людей И в Библии Об этом Написано Так 1 Петра 2 глава Со 2 стиха Как Новорожденные Младенцы Возлюбите Чистое Словесное Молоко Если вы Знаете Английский Язык Там Мне нравится Больше Слово Там Написано Crave Это Значит Так Страстно Желать Хотеть Как бы Не знаю Как сравнить Как Наверное Бывают Беременные Женщины Хотят Соленый Огурец Но Как Это Слово Называется Что Они Хотят Это Так Необъяснимо Но Именно Вот Это Прямо Сейчас И Почему Не знаю Вот Это Craving For Spiritual Food Вот Это То Что Библия Называет Или Относит К Людям Живым Рожденным От Бога Которые Так Хотят Читать Слово Божие И Вы Знаете Друзья Что Я Думаю Что Это Одна Из Таких Как Б Ну Проблем Нашего Духовного Хождения Перед Богом Что Часто Как я Сказал Я верю Что здесь Честные Люди Есть В зале Нам Просто Не Хочется Читать Слово Божие Оно Нам Кажется Неинтересно Мы Уже Все Как Б Знаем Все Прочитали Библию Уже Три Раза Но Это Необходимо Для Нормального Духовного Функционирования И Развития И Питание Еще Нам Нужно Не Не Расти И Развиваться И Это Нужно Делать Регулярно Деяние 17 Глава 11 Стих Написано Они Люди Принявшие Христа Написано Новообращенные Люди Которые Рожденные Свыше Приняли Слово Со всем Усердием Приняли Слово А принять Слово Это Процесс Рождение Свыше Помните Рожденный Свыше Это тот Который Родился От Слова От воды И от Духа Святого Вот Они Приняли Слово И Со всем Усердием Прилежностью Ежедневно Регулярно Постоянно Разбирали Это Слово Божье Следующий Признак Рожденного Свыше Человека Во всем Этом Списке Наша Задача Анализировать Себя Это Рожденный От Бога Он Любит Бога И Любит Людей Сразу Скажу Что Очень Связь Здесь Очень Сильная И Мощная Связь Рожденный От Бога Он Любит Бога И Людей И Невозможно Любить Бога Но Не Любить Людей И Намного Легче Сказать Любить Я Люблю Бога И Промолчать О том Что Я Не Люблю Людей И Намного Легче Любить Детей В Африке Которых Мы Никогда Не Видели Чем Любить Своего Соседа Или Супруга Или Человека Который Нас Огорчил Но Об Этом Написано В Библии 1 Иоанна 5 глава С 1 по 2 стих Всякий Верующий Что Иисус Есть Христос От Бога Рожден Верующий От Бога Рожден Дальше И Всякий Видите После Того Как Он Поверил Дальше Идет Речь Любовь Сначала Поверил И потом Второй Уровень Любовь К Богу Любящий Родившего Кто Родивший Бог Который Возрождает Наш Дух Он Любит И Рожденного От Него И то Что Мы Любим Детей Божьих Узнаем Из Того Когда Любим Бога Мы Любим Бога Это Признак Рожденного Свыше Человека То есть Мы не хотим Его оскорблять Мы Думаем О нем Иногда Рассуждаем О нем Проводим Время С ним Вот Все Что Физически Практической Жизни Можно Отнести К человеку Которого Мы Любим На земле И Время И Внимание Это Все То же Самое Относится И К Богу 1 Иоанна 4 глава 7 стих Написано Возлюбленные Будем Любить Друг Друга Потому Что Любовь От Бога И Всякий Любящий Рожден От Бога И Знает Бога Здесь Уже Идет Речь О Любви К Людям Будем Любить Друг Друга Человека Другого Человека И Дальше Написано Всякий Кто Может Кто Любит Людей Написано Рожден От Бога Это Признак Когда В своем Сердце Вы Мы Тайно Кого-то Ненавидим Тайно Кого-то Не Можем Простить Или Не Любим Кого-то Из Людей Здесь Возникает Серьезный Конфликт Либо Человек Не Рожден От Бога Либо Он Серьезно Заболел Серьезно Заболел Я вам Приводил Свой Случай Помните Пример Как Было В моей Жизни Когда Я Уверенно Заявил Себе Что Я Люблю Людей Перед этим Хочу вам прочитать Одно место Писания Пару мест Писания По этому же Пункту 1 Иоанна 3 глава 10 стих Дети Божьи И дети Дьявола Узнаются Так Помните Знакомое Выражение Всякий Делающий Правду Или Живущий Праведно Не есть От Бога Равно Всякий Не делающий Правды Не есть От Бога Дальше Равно Или Одинаково Не любящий Брата Своего Человек Который Не любит Ближнего Брата Сестру Соседа Написано Нет Не от Бога Не есть Рожденный От Бога 1 Иоанна 3 глава 14 по 15 Стих Написано Так Мы знаем Что мы Перешли Из смерти В жизнь О чем Здесь идет Речь О рождении Свыше Помните Мы с вами Говорили Что до Принятия Христа В свое сердце Мы были Мертвы После того Когда мы Приняли Христа Родились Свыше Мы ожили Наш дух Ожил И дальше Мы читаем Это в Библии Перешли Из смерти В жизнь Потому что Любим Братьев Видите Признак Какой Какой Подчеркивается Несколько раз В Писании И все Что в Писании Повторяется Несколько раз Это Просто Делается Ударение Акцент Если вы заметили Что в некоторые места В Писании Повторяются Несколько раз Если вы заметили Что иногда В одном и том же Стихе бывает Повторяется Одно и то же Слово Или одно и то же Мысль Дважды Кажется Зачем мы Жуем Одно и то же Это умышленно Показан Акцент На то Что важно Важно Вот как мы иногда Нашим детям Повторяем Несколько раз Одно и то же Вот так иногда И Слово Божье Отец Небесный Нам Это же Также Пытается Донести И Возвращаемся К этой же Мысли Написано Нелюбящий Брата Пребывает В смерти Духовной Смерти Всякий Ненавидящий Брата Или Человека Есть Человека Убийца Всякий Ненавидящий И Луки 6 глава 27 стих 28 Луки 6 27 стиха Написано Так Любите Врагов Ваших Благотворите Ненавидящим Вас Благословляйте Проклинающих Вас И молитесь За Обижающих Вас А теперь Вопрос Кто Когда Это делал Последний Раз Я верю Что Большинство Из присутствующих Здесь Это Рожденные От Бога Люди Когда Последний Раз Мы Молились За тех Кто Обижается Обижает Нас Обидел И мы За него Помолились Когда Мы Делали Добро Людям Которые Нам Делают Зло Благотворите Ненавидящих Вас Благословляйте Тех Которые О Вас Говорят Плохо Написано Благословляйте Проклинающих Вас И моя история Я говорил Вам Когда-то Что Я Как-то Допустил Мысль В сердце Что я Могу Или Могу Прощать Не держу Зла Всех Могу Прощать Не Обижаюсь Не Обидчивый Человек И как Только Я подумал Об этом Сразу Пришел Тест В мою Жизнь Я Обиделся Я Не мог Простить Человека Я Вроде бы Давно Верующий Я Вроде бы Понимаю Знаю Как Нужно Делать Но В тот Момент Мне кажется Если бы Я вам Рассказал Что этот Человек Мне Сделал И сказал Давайте Проголосуем Кто Думает Что Я Прав Я думаю 101% Сказали Что Я Прав Настолько Было Так Все Плохо И Некрасиво По Отношению Ко Меня Нормального Обидели И вот Я Не Борюсь Борюсь Вот С этим Чувством Она Даже Любить Врагов А я Думаю Себе А он Мне Не Враг Поэтому Я Не Сильно Люблю Если бы Был Враг А он Же Не Враг И Не Могу Сказать Что Он Враг Вот Так Сам Собой Дискусирую Потом Написано Ну Благословляйте Проклинающих А он Меня Не Проклял И Снова Я Выхожу Из воды Типа Сухим Стараюсь А Дух Святой Все равно Обличает Но Ты же Должен Простить Ты же Должен Как-то Помириться Ну Дальше Идем Значит Он Мне Не Враг Он Меня Не Проклинал Пока Вроде Нормально Дальше Написано Помолитесь За Обижающих Вас Ну Хорошо Помолюсь Стою На колени Молюсь Господи Слава Тебе Господи Дай Мне Все Что У меня Там Список Все Помолился А потом Благословляйте Обижающих Вас Я вроде Благословляю Но Когда Приходит Вот Момент Сказать Имя Этого Человека И Благословить Все Пропадает Громкость В горле Пересыхает Хочется Страшно Пить И Не Могу Сказать Перед Вами Стоит Свидетель Реальной Истории Который Пережил Это На Практике Где Библия Говорит Вот Делайте Это Делайте Делайте Я Вам Открою Секрет Это Трудно Делать Это Трудно Делать На Практике Но Вы Не Представляете Какую Победу Свободу Радость Мы Обретаем Когда Мы Проходим Этот Этап Написано В Библии Помните Всякий Рожденный От Бога Побеждает Рожденный От Бога Нерожденный Не может Работая На Кубе С людьми Которые Пришли К Богу Недавно Которые Имеют Их История Это Атеизм Это Отрицание Бога И вот Их Мужья Кинули Кубинцы Они Без Без Родины Без Родственников В чужой Стране Не имея Документов И денег Чтобы вернуться Назад На этом Острове Так скажем Некоторые Как говорят Они сами Отбывая Ссылку Настолько Полны Ненависти И они Приходят И говорят Эти женщины Со слезами Но их Глаза Наполнены Вот этим Гневом Хотя Они плачут Но ярость Я не могу Его простить 17 лет Не могу И ты понимаешь И ты и не сможешь Ты и не сможешь Простить Не сможешь Только Рожденный От Бога Может Побеждать Побеждать Благодаря Рождению Свыше Благодаря Другой Природе Твоя Греховная Гнилая Не сможешь И вот Когда я так Два-три раза Снова и снова Пробую Называть имя Человека Оно снова Снова Хочется молиться О чем угодно Готов молиться Долго Но только Не назвать имя Этого человека И сказать Благослови его И тогда я сказал Господь Я понимаю Я не хочу Я признаю Господь Я не хочу Благословлять Этого человека Но я выбираю Господь Я выбираю Дай мне силы Исполнить это Писание Я не хочу Находиться В этом состоянии Мне плохо Я мучусь Дух Святой Меня обличает Что я не прав Я должен И тогда я Произношу Это имя И говорю Господь Благослови Называя имя Я встаю Как будто бы Все такое Красивое Зеленое Все так легко Настроение Лучше Все совершенно Меняется Внутри Когда вот это Слово Исполняется В нашей жизни Рожденный От Бога Он Любит Людей А людей Любить Очень Трудно Но это Это такой Как бы Барометр Который нам Серьезно Показывает В каком мы Состоянии Мы все верим О том Что мы Рожденные Живые И что мы Здоровые Правда Мы все Думаем Что мы Здоровые Никто не думает Что я Духовно больной Думаю Наверное Мало найдется Людей Которые будут Бежать Которую Скажут Я Духовно Заболел Реанимируйте Меня Спасайте Каждый Думает Ну даже Если Заболел Немного Ну Я как-то Сам себя Как мы Сами себя Лечим Правда А потом Уже Когда уже Все Все Полный Крах Уже Тогда Приходят Носилочки Принесли И Уже Как-то Реанимируют Но лучше Когда мы Туда Раньше Приходим И своими Ногами Приходим Поэтому Я призываю Сегодня Всех Сделать Себе Честный Дать Ответ И Анализ Насколько Мы Любим Людей Можно Вам Дать Пару Секунд Каждому И сказать Кого Вы В жизни Не Просто Ненавидите А просто Так Чуть Чуть Не Любите Но Не Любите Но Вы Не Готовы За Них Молиться Благословлять Их Благотворить Им Воздавать Им Добром А Это Вот То Что Относится К Рожденным От Бога Рожденный От Бога Ненавидящий Брата Написано Тот Пребывает В смерти Тот Не Имеет Жизни Вечной А Мы Рождены От Бога Вот Почему В Библии Написано Притча 20 глава 22 стих Не Говори Я Отплачу За Зло Но Предостав Господу Право И суд И Он Сохранит Тебя И Последний Признак Рожденного Свыше Человека Это Уверенность В том Что Он Является Детем Божьим Уверенность В том Что Он Является Детем Божьим Написано Так 1 Иоанна 3 глава 1 стих Смотрите Какую Любовь Дал Нам Отец Любовь Дал Нам Отец Чтобы Нам Называться И Быть Детьми Божьими Это Привилегия Это Милость Божья Это Любовь Которую Дал Нам Отец Об этом Написано В Библии 1 Простите Ефесянам 1 глава В 5 стихе Написано Он Предопределив Усыновить Нас Себе Через Иисуса Христа По благоволению Воли Его То есть Это Была Его воля Это Было Его Желание Чтобы Сделать Нас Его Детьми Усыновить И в этом Проявляется Любовь Божья Отцовская Небесная К нам Людям Но Дальше Там также Говорится Что если Мы Дети Божьи Если Мы Уверены В том Что Мы Дети Божьи То Один Из Признаков Детей Воспитывавшихся Детей В Советском Союзе Это Ремень Помните Да Это Это Был Признак Вот Это Папа Вот Это Сын Правда Не Хочется Вспоминать Ладно Идем Прочитаем Из Библии Евреям 12 Глава 6 Стих Написано Так Ибо Господь Кого Любит Того И Наказывает Бьет Всякого Сына Которого Принимает Если Если Вы Терпите Наказание То Бог Поступает С вами Как Сынами Ибо Если Какой Сын Которого Бы Не Наказывал Отец Очень Все Ясно Написано И Часто Мы Проходим Этапы В жизни На земле Когда Кажется Ну Вроде Бы Как Не Очень Приятно То Что Мы Проходим То Что С Нами Произошло И Случилось И Я Не Говорю Что Это Всегда Божье Наказание Бывает Что Мы Сами Залезли Сами Залезли В проблему Сами Виноваты И Говорят Иногда Там И Ни Бог И Ни Дьявол Ни Причем Сам Но Бывает И На основании Библии Это Точно Бывает Когда Детей Рожденных От Бога То Нас Верующих Христиан Рожденных Свыше Наказывает Сам Отец Небесный И Это Не Очень Приятный Аргумент Или Факт Или Признак Рожденного Свыше Человека Нам Просто Больше Хочется Видеть Отца Любящего И Написано В Библии Он Есть Любящий И Вот Почему Он Любящий Потому Что Он Наказывает Потому Что Всякий Кто Любит Тот И Наказывает Я Своих Детей Учу Одной Такой Вещи Я Говорю Вы Знаете Почему Вас Папа Наказывает Они Говорят Да И Хочет Чтоб Мы Были Самые Лучшие И Они Эти Фразы Говорят Хотя Они Сами Еще Не До Конца Понимают Что Они Говорят Особенно Самая Младшая Но Задача Запрограммировать В Сердце В Сознании Ребенка Чтоб Всегда Была Ассоциация Когда Папа Наказывает Две Вещи Это Значит Папа Любит И Папа Хочет Чтоб Ты Был Лучше Когда Мы Проходим Подобные Ситуации Как Взрослые То Мы Должны Всегда Это Принимать Принимать Как От Бога Потому Что Это Часть Признак Рожденного От Бога Который Принадлежит Отцу Небесному Только Бог Наказывает По Взрослому Так Как Мы Уже Взрослые Но И Любит Тоже Не Меньше За Что Слава Богу Слава Или Так Себе Слава Богу И Что Еще Относится К Этой Уверенности Что Я Дитя Божье Один Из Таких Самых Больших Доказатель Что Ты Рожден От Бога Это Внутреннее Свидетельство Внутреннее Свидетельство Римлянам Восьмая Глава С Пятнадцатого Стиха Написано Потому Что Вы Не Приняли Духа Рабства Раньше Мы Были Рабами Греха Чтобы Опять Жить В Страхе Но Приняли Духа Усыновления Которым Взываем Алла Отче И Дальше Внимание И Сей Самый Дух Свидетельствует Духу Нашему Что Мы Дети Божьи Дух Который Внутри Нас Свидетельствует То есть Дух Божий Свидетельствует Или Доказывает Объясняет Дает Уверенность Духу Нашему Что Мы Рожденные От Бога И Здесь Вопрос Каждому Уверен ли Ты В том Что Ты Рожден От Бога Если Не Уверен Значит Нужно Что То Делать Либо Лечить Либо Рождать Потому Что Написано В Библии На основании Этого Стиха Каждый Кто Рожден Он Уверен И Эту Уверенность Ему Даже Не Я Внушаю А Его Дух Внутри Ему Свидетельствует Он Его Утверждает Что Он Точно Рожден От Бога Пережил Процесс Рождения Свыше И Вы знаете Что Есть Крайность Одна Крайность Которая Говорит О том Что Рожденный От Бога Человек Спасенный Не Может Потерять Спасение Независимо Как бы он Не Жил Он Никогда Не Потеряет Спасение Это Неправильное Учение Но Сегодня Это Не Наша Тема И Другая Крайность Когда Человек Всю Жизнь Не Уверен Спасен Он Или Нет И У человека Такое Всегда Состояние Вот Хоть бы Мне Там У Порога Хоть Бы Там Ну Хотя Бы Ногу Засунуть Туда В Калитку Написано В Библии Кто Помнит Господи Верни Мне Радость Чего Спасение А Уверенности Нет Вот Почему И Радости Нет И Ценности Этого Спасения Нет Вот Почему И Радости Не Хватает Но Все Что На Земле Вокруг Нас Все Настолько Временно Все Так Быстро Уходит Проходит И Старшие Люди Быстро Скажут Что Это Правда Все Так Быстро Проходит Быстро Меняется Ценности Все Изменяется Но Мы Живем Ради Вечных Целей Вечных Целей Мы Спасенные Люди И Мы Должны Быть В этом Уверены И Библия Говорит Что Дух Божий Он Свидетельствует Духу Нашему Что Я Рожден От Бога И Снова Вопрос К вам Уверен Ли Ты Что Ты Рожден От Бога Задаю Вам Вопрос Скажи Пожалуйста Ты Христианин Ты Верующий Ты Рожден От Бога Ну Я Надеюсь Ну Я Ну Я Не Знаю Ну Ты Рожден От Бога Ты Спасен Ты Христианин Ну Я Ну Я Стараюсь Следующий Вопрос Скажи Пожалуйста Ты Женат Ну Ну Надеюсь Ну Скажи Ну Ты Женат Ну Ты Семейный Человек Ну Не Знаю Ну Ты Точно Женат Ты Семейный Ну I Tried To Be Стараюсь Быть И ты Понимаешь Что Что-то Неправильно Что-то Не Так А как Часто Такое Происходит Вот С Верующими Людьми Которые Вроде Давно В Церкви И Которые Просто Стараются Всю Жизнь Быть Вроде Бы Замужем Стараются И Сами Не Знают Где Они И Какой Их Статус Это Неправильно Рожденный От Бога Наше Христианство Наше Отношение С Богом Это Не Связано Только С Членством С Бумагами С Аппликациями Не С Администрацией Это Отношение С Живым Богом Это Союз Это Завет И Когда Человек Понимает Настолько Его Состояние Критично Без Бога Без Отношений Без Живых Отношений Когда Он Отвечает Твердо Уверенно Да Я Женат Да Я Спасен Да Я Рожден Да Я Принадлежу Богу Я Люблю Бога Да Я Живу Праведно Да Я Не Грешу Да Да Я Уверен Тогда Ты понимаешь Человеку Есть Жизнь А больше Точнее Сказать Человеку Есть Отношения Есть Отношения А когда Отношений Нет Есть Только Название Приходит Неуверенность Когда В семье Нет Отношений Неуверенность Не знаешь Как Это Назвать Точно Так же И с Богом Когда Люди Живут Вроде В церковь Ходят И Бога Знают И Не Против Бога Но Отношений Нет С Я буду, я стараюсь. Да, стараться надо. Но должны быть признаки рожденного свыше человека. 1 Иоанна написано с 11 стиха. Пришел к своим Христос. Свои его не приняли. И дальше. А тем, которые приняли. Раз. Два. Верующим в него. Вера. Два. Дал им власть быть чадами Божьими. То есть, детьми Божьими. Это признак рожденного свыше человека. Он дитё Божье. Он сын, дочь Божья. И они в этом уверены. Почему? Потому что они приняли раз. Они поверили два. И они дети Божьи. И они в этом уверены. И еще одна часть детей Божьих. Обетование детей Божьих. Признак детей Божьих. Это то, что они имеют жизнь вечную. Это спасение. Жизнь вечная. Об этом написано 1 Иоанна 5 глава. С 10 стиха. Верующий же в Сына Божьего имеет свидетельство в самом себе. Дважды повторяется та же мысль. Верующий имеет в самом себе уверенность. С ним могут спорить его, отговаривать. Это все сказки. Бога нет. Не верь. Там бизнес в церкви делают. Он в себе сам имеет уверенность. Он рожден от Бога. Дальше. Но не верующий Богу представляет его, Бога лживым. Потому что не верует. В свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Имеющий же Сына Божья имеет жизнь. Не имеющий Сына Божья не имеет жизни. Видите, дважды повторяется одна и та же мысль через запятую. Помните, я говорил вам, что иногда в Писании повторяется одно и то же. И кажется, зачем мы делаем масло масляным? Вот вам яркий пример. Делается акцент на то, что это важно. И смотрите оборот речи. Не имеющий Сына Божья имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни. Одно и та же мысль просто повторяется дважды. Что жизнь и жизнь вечная только у тех, которые имеют Сына Божьего. То есть рожденные от Бога люди. И дальше написано сие, написал я вам верующим во имя Сына Божья, дабы вы знали, что веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Рожденные от Бога, которые верят, имеют жизнь вечную. Спасенные имеют жизнь вечную. Жизнь вечную, жизнь от Бога. И когда мы с вами проведем анализ всей нашей серии проповедей на тему рождения свыше, помните, с чего она начиналась? История беседы Никодима с Христом. Это часть первая. Если вернуться к вот этой первоначальной беседе Никодима с Иисусом Христом на тему рождения свыше, то там есть один очень важный нюанс, который нам открывает сердцевину, главную суть Евангелия. Я вам прочитаю этот стих, где показывается вот главный месседж, который Христос хотел передать. Иоанна 3 глава с 11 стиха написано так. Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Видите, Христос намекает на то, что Никодим и люди, которые живут сегодня, не все верят и не все принимают вот этого свидетельства. Дальше. Я сказал вам о земном, говорит Христос. Вы не верите. Как же вы поверите, если буду говорить вам о небесном? Дальше он объясняет. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Иисус Христос здесь говорит о самом себе, объясняя это Никодиму. И он показывает ему, что здесь важно признание авторитета Христа. Христос здесь центральная личность в этом объяснении. И дальше смотрите, какую параллель делает Иисус. Он говорит, и как Моисей, видите, какой возврат назад перематывается пленка в бытие. Как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Христу должно быть повешено на крест, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И здесь, смотрите, раскрывается то, что для спасения вера в Бога невозможна без признания авторитета Христа. Вера, то есть признание авторитета, что Христос есть Сын Божий. И как Моисей в пустыне возносил змея, медного делал змея, и вешал его высоко на дереве. И Христос Бог сказал, что каждого, кого укусит змея, Бог мог бы сказать, просто будет исцелен. Но смотрите, какой процесс идет. Укусила змея, помощь придет от Бога. Это от тебя не зависит. Это чудо сделает Бог. Но какая твоя ответственность? Твоя ответственность с верой посмотреть на этого змея, который был там в пустыне. Точно так же и сегодня, друзья. Спасение – это часть Божья. Это от нас не зависит. Мы не заслуживаем этого. Это дает исключительно Бог, спасая человека. Но наша ответственность, задача каждого человека – это посмотреть на Христа, который распят, поверить в Него, принять Его. И Иисус, Он сравнивает Никодима как бы с вот этим ужаленным грехом человека, который, возможно, и сегодня существует в наши дни. Человек, который ужален змеем, грехом. И единственное средство противоядия – это Христос, который спасает, прощает и дает исцеление. Поэтому сегодня каждый, кто находится в этом зале, кто смотрит нас онлайн, я хочу повторить, что ты имеешь полное право, выбор сегодня прийти к Христу с покаянием, если ты не уверен, что ты рожден свыше. Если ты не уверен, что ты рожден свыше, ты можешь сегодня прийти и сказать, Господь, я хочу быть рожденным от Бога. Я хочу принять Тебя в свое сердце. Я хочу пережить это рождение. Если, возможно, вы честно признаете, что духовно заболел, нужно восстановление и помощь, снова мы можем приходить к нашему небесному врачу за исцелением и помощью. Если сегодня ты еще ни разу не принимал Христа в свое сердце, никогда не уверен. Сегодня Христос говорит, многие не принимают свидетельства, многие не верят. Но посмотри на Христа распятого. Поверь, что это Сын Божий, который был распят за тебя и за твои грехи. Прими Его. И ты получишь прощение. Прощение грехов, жизнь вечную. Помни, только рожденный от Бога имеет жизнь вечную. Я не хотел бы, чтобы после физической смерти закончилось. Мы созданы для вечности. Я приглашаю всех вас подняться, друзья. И сейчас в этой молитве Христос говорил так. Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Кто желает это сделать сегодня, проходите вперед. Костяне мы будем за вас молиться. Веруйте в Евангелие. Что такое Евангелие? Об этом тоже написано в Библии. Евангелие. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которым спасаетесь. Евангелие это то, которым мы спасаемся. Мы все спасаемся. Вот это Евангелие, что Христос умер за грехи наши. Раз. Что Он был погребен. Два. Это Евангелие. И третье. Что Он воскрес на третий день. Три. Вот это Евангелие, о котором Христос говорил. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Веруйте в Евангелие. В Матфея 3 глава написано. Сотворите достойный плод покаяния. Вы помните, мы с вами говорили о том, что иногда покаяние не приносит успеха нам. Иногда даже покаяние, не всякое покаяние приносит рождение свыше. Вот почему в Библии написано. Совершите достойный плод покаяния. Плод это то, что можно увидеть, можно пощупать, можно попробовать. То, что очевидно, заметно всем. Это поведение, это слова, это стиль, образ жизни. Вот почему Христос говорил плод покаяния. Не просто формальное покаяние, но плод, доказательство. Давайте мы сейчас все склоним наши головы. Кому нужно благодарить Бога за то, что Он спасен, рожден, благодарите Бога. Кто сегодня перебирает в голове этот список, признаки рожденных свыше людей и чувствует, что вам нужна в чем-то помощь или реабилитация, обращайтесь к Богу. Вы знаете, что делать. Не стойте на месте. А кому нужно просто покаяние? Вы знаете, что делать. А теперь мы все будем молиться. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok